В последнее время российские перевозчики массово оснащают коммерческий транспорт камерами заднего вида. С таким оборудованием машины приходится ремонтировать куда реже, ведь водители при движении задним ходом не наезжают на препятствие. Поэтому АвтоВАЗ также решил поставить камеру на цельнометаллический фургон Lada Largus V. Правда, пока система видеонаблюдения полагается только топовым версиям стоимостью от 947 тысяч рублей. Сам объектив, с которого изображение транслируется на экран штатной медиасистемы, смонтирован на левой створке распашной двери грузового отсека. В помощь камере идут задние датчики парковки. Продолжим обсуждать автомобили Lada. Ведь некоторое время назад коллаборация, куда вошли фирмы ВИЗ Авто, Супер Авто и Центральная СТО Тольятти, разработала капотный полурамный грузовичок грузоподъёмностью чуть меньше одной тонны. Нетрудно догадаться, что за основу участники партнёрства взяли грантоподобный пикап ВИЗ-2349, но упомянутый исходник на 30 сантиметров короче, а его грузоподъёмность на полтора центнера меньше. Чтобы улучшить показатели модели, авторы проекта внедрили заднюю пневмоподвеску, двигатель 1.8 и поработали над трансмиссией, изменив передаточные отношения. Мотор, кстати, переведён на пропан. Чтобы повысить привлекательность однотонки, её оснастили ручным гидравлическим манипулятором. Стрела крана имеет почти двухметровый вылет, позволяя поднять до 500 килограммов. При более коротком вылете можно перемещать тонну груза. Впереди воровайку, как принято называть машины такого толка, ждут сертификационные испытания. А авторы проекта уже раздумывают над установкой гидравлической станции, от которой можно было бы запитать руку манипулятора. Между тем, под занавес года автомобили Lada пережили грандиозное подорожание. Скажем, за народную гранту теперь просят минимум на 25 тысяч больше, а некоторые версии потяжелели на 28 тысяч целковых. В среднем по всему модельному ряду цены выросли примерно на 28 тысяч рублей. Но, например, Вестой прибавили от 35 до 40 тысяч. И, скорее всего, после наступления Нового года дилерам вновь придется печатать новые ценники. Сам автогигант смену цен традиционно не комментирует. Однако глава Ростеха Сергей Чемизов заявил, что завод просто вынужден так поступать. Поскольку сталь, пластики, металлы и электронные компоненты активно дрожают. Продолжение следует...